В эти дни в соцсетях марафон лесных достижений. Кто-то выставляет на своей странице видео с внушительным ягодным урожаем, а кто-то делится навыками по поиску грибов. Слудский рынок – одно из мест, где сейчас идут заготовки и дикорастущие продукции у населения. Каждый день здесь ажиотаж. Вера Ивановна на ногах с самого утра, а на работу в лес отправилась на первой электричке. Как говорится, кто рано встает. Загодовительный пункт пришла с полными ведрами лесных богатств. Добрый день. Здравствуйте. Можно сдать коварчик? Конечно. А цена не поменялась? Пошел черника? Так. Сегодня удалось насобирать больше пяти килограммов черники и почти девять лисичек. Заработок хороший – около 50 рублей. И так практически каждый день. Вера Ивановна – опытный грибник-ягодник. Из леса с пустыми ведрами никогда не возвращается. Я бегаю весь лес, но все равно наберу. Ну, что вы видите, где совсем полное ведро. Сильно жарко. Для вас вот это хороший заработок вот такой ежедневный? Конечно, конечно. Вы что, это ж такое подскорье. У меня два внука и правнук. Надо помогать. Только в этом пункте ежедневно заготавливают около сотни килограммов черники. Прямиком из лесных полян сюда стекаются почти 20 тонн дикорастущей ягоды. Но не только ее. В закупочном прайсе – голубика, малина, вишня, смородина и не только. В формуле спрос-предложения традиционно побеждает садовая клубника. Рекорд этого сезона – 25 тонн. Цены формируются, исходя, конечно, из конкурентоспособной, чтобы были. Потому что свою продукцию мы реализуем на рынке. Поэтому смотрим, закупочные цены исходят из того, какая идет продажная, как упользуется население. Из заготовительного пункта на прилавок. По такому принципу работают на слудском рынке. Здесь продают через собственную розничную торговую сеть. Поток покупателей у торговой палатки не прекращается. Как определяете, какую голубику я буду купить и как оцениваете вот эту ягоду? Скорее всего, по внешнему виду. Основная масса людей покупает глазами. Так и мы глазами. Красивая, попробую, вкусная. Вот и что покупаешь. Голубика у них хорошая, я как-то брала немножко. Сладкая, хорошая, чистая. Видите сами, какой вид у них хороший. Довольны мы. Уружая лесных ягод, прежде всего, зависит от погодных условий. Этой весной держалась высокая температура. Поэтому агитационный сезон начался на 2-3 недели раньше обычного. Но потом волна заморозков повлияла на цветущую на тот момент чернику. В этом году урожайность ягоды ученые оценивают как среднюю. 3 балла из 5. Тем не менее, белорусская черничная лукошка уже вполне увесистая. По всей стране уже удалось заготовить около 335 тонн. Показатели прошлого года превысили почти вдвое. Заготовленную продукцию реализуем не только внутри страны, но и за ее пределы. К примеру, около 60% закупленной у населения черники поставляем на экспорт в замороженном виде. На данный момент в Россию отправили около 40 тонн ягоды. Ведется работа и по поиску новых партнеров. Сейчас идут переговоры с Китаем. Мы уже проводили переговоры по поставке и на фармацевтические комбинаты для переработки и добавок в БАДы для пищевых производств. Но на сегодняшний день договоренности есть. Мы постоянно работаем с посольством КНР, даем объемы, цены на сегодняшний день, которые у нас в Республике Беларусь, для того, чтобы они помогали нам продвигать нашу продукцию на рынке Китая. И если в июле самый ликвидный товар – лесные грибы и ягоды, то август открывает сезон домашних овощей. В этом году предприятия по требкооперации в качестве эксперимента начали принимать и кукурузу. Правда, не везде. В ходу даже травы, так владельцы обширных плантаций укропа и хрена, также могут пристроить в хорошие руки выращенную зелень. Начинается у нас сезон засолки. Берем у людей зонтики укропа, листья хрена принимаем. Укроп порублю, листья хрена по 50 копеек. В заготовках овощи уже лидируют по объему – почти 10 тысяч тонн. И это еще не весь картофель выкопали. Ждем сентябрь. Люди сдают, собирают. У нас для этого есть 762 заготовительных пункта. У нас работает более 800 заготовителей. На сезон мы еще, как правило, заключаем договора на временных заготовителей. Поэтому работа налажена. В торговых объектах осуществляется прием также дикорастущей продукции. И реализация также у нас осуществляется, как на наших рынках. У нас их 107. В наших торговых объектах. Не только продаем, но и перерабатываем. Предприятие в Клецке – производитель детского питания и соковой продукции. И пюре. Клубника и вишня остались в недалеком прошлом. На этой неделе здесь перерабатывали кабачок. За сутки получают около 50 тонн готовой продукции. Кабачок перерабатывается в пюре-полуфабрикат. Он проходит несколько стадий – мойки, очистки, протирки. Наше предприятие, оно уникальное тем, что мы не только перерабатываем, но еще и выращиваем сами кабачок. У нас есть собственная сырьевая зона, где мы, когда мы покупаем семена, высаживаем собственными силами. Весь процесс переработки сопровождается усиленным лабораторным контролем. Каждая партия овощей оказывается в руках специалистов. По полученным данным мы видим, что данная проба кабачка свежего по показателю содержания нитратов соответствует для детского питания и может быть использована в производстве. Мы даем допуск к производству. В этих цехах изготавливают широкий ассортимент продукции. В основном это детское питание – 40% и соки – 20%. За первое полугодие здесь произвели продукцию на общую сумму 15 миллионов рублей. Четверть переработанных ягод и овощей ушло на экспорт. 90% из которых Российская Федерация. Остальная доля приходится на Евросоюз и Китай. За первое полугодие нами была отгружена продукция на 1-2 миллиона долларов на экспорт. В целом только за этот год суммарный заработок белорусов, которые готовы поделиться своим урожаем или собранными лесными дырами, превысил 23 миллиона рублей. Хорошая подспорь для кошельков, но и своего рода формула продовольственной безопасности. Заготавливаем, перерабатываем и продаем. И что важно, кормим не только себя, но и другие страны. Покупают даже те, кто в свое время окружил нашу страну санкциями. Просто не афишируют это. Глеб Прокофьев, Евгений Титов, Неделя СТВ.